Всем доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кунонова Аня и интернет-проект Фиберлик Онлайн. И в этом видео я вам расскажу, что же такое теги, как их выставлять и как их проставлять. Но для начала вот, значит, это видео, которое я сейчас хочу переименовать. Это тоже запрос, это тоже просьба. Меня часто спрашивают, как переименовать видео, как его сделать нормальным и так далее, если что-то где-то допустили, какую-то ошибку в названии и все такое прочее. И вообще, как сделать так, чтобы видео пошло. То есть очень много зависит от того, что вы сейчас будете с ним делать. Поэтому это будет такой путеводитель одного видео. Но с каждым своим видео это нужно делать обязательно, если видео, конечно же, открытое, а не какое-то там тайное обучающее для своей команды. К примеру, если мы с вами учим, как работать своих людей, то лучше всего это видео закрыть и в закрытом доступе разослать. Если мы с вами что-то разыгрываем или мы с вами что-то заказали интересное или получили подарок, то понятно, что это видео должно быть открытым. Но как сделать минимальное хотя бы усилие для того, чтобы оно как можно выше и лучше пошло? Во-первых, вот я сейчас загрузила видео, я его сняла на телефон. Вот, давайте же его посмотрим. Вот оно идет минуту 35 секунд. Вот оно прогрузилось. Всем привет! С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я вам хочу показать такие вот носочки. Вот, и вы видите, что, во-первых, недостаток этого видео какой? Видео трясется, и из этого оно недостаточно четкое. Сейчас я звук выключу. Но, с другой стороны, я эту тряску видео компенсирую живым разговором, веселым разговором там и четкостью камеры. Бывает такое, что у нас с вами нет четкости камеры, еще и камера трясется и так далее. И видео, оно уже, чтобы вы с ним в дальнейшем не сделали, оно не пойдет. То есть, в первую очередь, важно, чтобы видео сильно не тряслось, чтобы была четкость, да, снимаемой картины обязательно, да. Если вы прошиваете данное видео музыкой, чтобы музыка была не громче голоса, да, то есть, не мямлим видео, обязательно говорим живым, приятным голосом. Старайтесь выработать голос, быть интересными, да, то есть, людям. Далее, значит, что нужно сделать? Еще нужно донести полезность продукта, да, то есть, в чем полезность продукта, да. Если это какой-то продукт, типа, там, допустим, спрей для полости рта, да, то нужно обязательно, там, сказать артикул, состав, цвет, да, то есть, жидкости, которая внутри, да, в данный момент я рассказываю, что носочки синие, такой-то у них состав, столько-то полиэстер, т.д. т.п., да, то есть, плотность о носочках я рассказываю. Далее, значит, я рассказываю о том, что они теплые, в меру теплые, просвечивают, не просвечивают, что на них нарисовано и так далее, да. Ну, и, конечно, если это не носки, то аромат еще, да, то есть, перечислить аромат в видео, да, и это нужно о каждом сделать быстро, четко и похвалить, что вы довольны этой покупкой, что вам она действительно нравится, да. Далее, что мы с вами видим, да, как переименовать. Вот мы с вами нажимаем «Изменить видео». Вот у нас пошла загрузочка, да, то есть, мы можем с вами изменить картинку видео или закачать вообще свой значок. Если он у вас есть, обязательно можете загрузить свой значок. С телефона это все дело я не нашла, как меняется, то есть, я нашла только, на данный момент, я нашла только, как меняется с компьютера, да. Смотрим далее. Детские носки, новогодние, размер 30-35, да, то есть, тут вот можно поставить маленький дефис, да, то есть, тут можно поставить точку, раз артикул заглавной буквы написался, да, и артикул 8697 у него идет, а, 971, да, то есть, смотрим, вот, артикул 86971. Тут, конечно же, хэштеги не помогут нам, да, то есть, вот тут все в порядке. Далее, значит, что в описании нужно указывать? Всегда под всеми видео в описаниях я указываю. Сейчас, значит, давайте откроем менеджер видео, откроем любое мое видео предыдущее, да, то есть, вот, допустим, платье на девочку 4 года. Смотрим его, да, то есть, оно открылось, и, как вы видите, тут есть и мой сайт, и регистрация на бизнес, и как зарегистрироваться, и где меня найти. То есть, мы с вами уже об этом говорили, это в разделе канал, загрузка видео, мы с вами все это помещаем, и оно у нас всегда тут отображается, да, то есть, давайте с вами сейчас посмотрим, да, вот он канал, открываем канал, вот тут, значит, идет загрузка видео, и вот в этом вот разделе мы вот как раз вот это вот все и берем. Далее у нас с вами есть теги, которые мы с вами пишем, да, по-русски, по-английски и так далее, да, то есть, у меня есть фаберлика и по-русски, и по-английски, и директор, и старший, и золотой, и так далее, да, то есть, вот, то есть, основные теги нужно обязательно под видео прописывать, чтобы они у вас видели, чтобы они у вас тут отображались. Тут, значит, я загрузилась с телефона, и теги у меня не прогрузились, поэтому я их сейчас буду в этом видео писать вручную, да, теги. Например, носки, да, enter, носочки, носочки. Далее, что я напишу? Синие, да, то есть, детские, да, далее я пишу Новый год, хэштег обязательно, Новый год. Вот, далее я, что я пишу? Фаберлик, да, Фаберлик по-русски обязательно пишу. Если вы, конечно, что-то скопируете откуда-то, да, вот целиком, да, к примеру, то у вас оно встанет, и вам там уже будет, как бы, не разделить. Да, вот давайте с вами возьмем, вот, допустим, Фаберлик Директор, откуда угодно, если вы будете копировать, а не писать вручную, то у вас встанет вот так вот, да, то есть, Директор Фаберлик, и все. Вот, поэтому нужно всегда вставлять, писать по одному слову обязательно, да, то есть, далее, значит, что вы пишете? Обзор обязательно, да, то есть, и вот такие вот хэштеги полностью. Если бы вы в этом видео еще бы сняли про носочки, то вы бы написали, допустим, допустим, серия про ноги по-русски, по-английски обязательно, да, то есть, носки для педикюра, то есть, вот это вот все вам нужно очень-очень хорошо подписать, да, далее, значит, если у вас есть плейлисты, также их можно создать, если нет, да, то есть, и, конечно же, можно их определить уже в плейлист, если он у вас есть. Вот, да, я, конечно же, добавляю вебинары и обзоры по продукции. Вот, свой значок вставлять легко, но я его вставлять не буду, то есть, вы нажимаете, и тут вот, если у вас есть фото данного продукта, да, крупно, красиво оформленное, да, то можете его поставить, то есть, выбрать, поставить, вот, ну, давайте я сейчас попробую, открою, оно встанет, и вы увидите, что все фото поменяется, да, в течение буквально там 15 секунд, но это не это фото, конечно же, я делаю значком по умолчанию абсолютно другое фото, опять-таки, вот, и после того, как тут все сохранится, вы посмотрели название, все ли вам нравится, да, то есть, можно, кстати, Фаберлик за главной буквой написать, что-то как-то некрасиво, не за главной буквой, неуважительно, да, то есть, вы тут все прописали, все у вас хорошо, и желательно еще сделать таким вот образом, ставите Enter, и вот это вот детские новогодние носки Фаберлик еще перенести, чтобы оно переносилось вот сюда, да, то есть, это тоже как бы очень удобно, но, чтобы видно было мой сайт и регистрацию на бизнес, я переношу это сюда, сейчас мы с вами сохраним и посмотрим, как оно будет смотреться, да, на данный момент посмотрим, значит, сохранить без разницы, где нажимать вверху-внизу, нажимаем сохранить, сохранили, проходим, смотрим, что у нас с вами, так, минутку, еще не сохранилось, так, все, сохранить изменения видео, все теперь в порядке, теперь мы можем уходить, нас отпускают, звук у меня отключен, конечно же, и я теперь смотрю, да, то есть, смотрите, детские новогодние носки, мой сайт и регистрация на бизнес, то есть, зарегистрироваться для покупок со скидкой в первую линию, ну, тут уже как бы не видно, но видно самое основное, то, что новичок может попасть на ваш лендинг, да, то есть, все, это мы с вами обсудили, теперь, что мы с вами делаем, мы можем с вами поделиться в соцсети, если у вас в браузер бит ютуб канал и на этом же браузере у вас есть брендовые странички, то вы можете легко поделиться таким вот образом, нажимаете на поделиться и нажимаете вот так, и вот тут вот уже в комментариях мы с вами начинаем шлепать самые настоящие хэштеги, да, то есть, меняем, ой, минутку, меняем клавиатуру, русскую на английскую, и начинаем шлепать вот данные, вот, допустим, хэштеги, да, что мы с вами делаем, во-первых, пишем носочки, так, носки, я думаю, что лучше всего так не поменяла, да, носки, да, то есть, далее ставим опять хэштег, пишем детские, пишем хэштег Фаберлик, носки детские Фаберлик, вот, и далее, конечно же, минимальный хэштег это Новый Год, да, Новый Год обязательно, Новый Год, да, таким вот образом, ну, хотя бы, да, это минимально, копируем, копируем и нажимаем опубликовать. Далее, также ВКонтакте, мы с вами делимся, делимся, то есть, у меня логин и пароль сохранен по умолчанию от моих брендовых страничек, то же самое, вбиваем хэштеги, можете добавить в мои видеозаписи, да, и нажимаете отправить, у вас это бот опубликован на стене, это сейчас окно, окошечко закрывается, то же самое Фейсбук, вот, да, видите, опубликовать, расскажите, то же самое с хэштегами на Фейсбук, то есть, хэштеги это те же теги, что на Ютубе, да, то есть, у них практически одно и то же, да, на Фейсбук, то есть, таким вот образом, любое видео, которое вы создаете, да, то есть, если в вашем видео есть, там, допустим, парфюмерная вода, там, крем-платин, ну, еще что-то, вы все это прописываете по-русски, по-английски, и, в принципе, оно очень хорошо работает, и прописываете хэштегами и так далее. Далее, идем на мою страничку, значит, я ее сейчас перезагрузила, а вот они мои носки, которыми я поделилась с Ютуба, а это мои носки, которыми я поделилась с Инстаграма, да, то есть, видите, у меня все-все кругом одни хэштеги, и люди уже читают по хэштегам названия, да, смотрим, то есть, мы с вами сейчас этим видео можем поделиться в свою брендовую группу, поделились записью, да, то есть, хэштеги есть, все хорошо, да, заходим в мою группу и смотрим, поделились ли мы хэштегом, да, то есть, вот, все отлично, то есть, это нужно сделать минимально, да, брендовая группа, это группа, кстати, в которой вы поздравляете своих лидеров с процентными уровнями, поздравляете команду с приростом, с количеством любви и так далее, и так далее, да, это то, чему я вас учила, да, то есть, это минимально то, что нужно сделать для бренда. Вот таким вот образом вы можете наполнять свои группы и т.д. и т.п., но если у вас удалили видео ВКонтакте, в Одноклассниках, без разницы где, вы уже это видео повторно не выгружаете, лучше всего поменять на Ютубе название и потом-таки выгрузить это видео, также поделиться им повторно, да, ну, потому что всякое бывает, вот. Ну что ж, с вами была Коннова Аня, интернет-проект Фоберлик Онлайн, до встречи с вами в новых видео, рада была быть вам полезной, если это видео вам было полезным, то это, я так понимаю, урок номер 6 по Ютуб-каналу, именно от меня. Ютуб-канал мы развили не очень сильно, но он нам помогает быть на плаву и приносит 1-2 регистрации в день постоянно, да, то есть по идее как бы рекрутировать мы рекрутируем, но рекрутируем мы уже сейчас меньше, больше занимаемся, конечно же, все-таки организацией новичков и больше учим новичков рекрутировать. И, конечно же, самое главное в развитии своего бренда делать все по-умному и быть расчетливым. Почему? Потому что если это все умеете вы, будут уметь и ваши новички, и качество пойдет вглубь. Во-первых. Во-вторых, обязательно, обязательно нужно делать так, чтобы вы пожизненно не рекрутировали, да, то есть цель развития бренда – это пожизненно не рекрутировать и получать регистрации на автомате бесплатно, да, вы меня поняли, да, то есть если вам надоело рекрутировать, там, вручную писать посты, еще что-то, вы можете воспользоваться платной рекламой. Это тоже работает, да, но опять-таки это все деньги, и деньги нужно вкладывать. Все-таки денежки в рекламу мы начали вкладывать месяц назад, так и то мы попробовали только первый раз, и то ссылку на регистрацию в первую линию, да, то есть сели побаловаться. И это сейчас чистая правда. До этого мы не рекламировались серьезно ни разу и нигде. Поэтому сейчас вот это видео я считаю очень важным, и, конечно же, какие бы вы теги, хэштеги, что бы вы ни навыдумывали, если видео рассказано невкусно, о продукте рассказано не полностью, да, допустим, вы показали, как вы заказали, допустим, гель для душа в НД Авантюрсе, сказали, что он мужской, и все такое прочее, да. А если бы вы рассказали об этом геле для душа, сколько он мэле, какой у него артикул, как он безумно свежо, вкусно пахнет, и это правда, что этот гель для душа не только гель для душа, а плюс шампунь для волос, да, то есть он идет как гель для мытья для волос, тела и головы, да, то есть вот все вместе, и лица, простите, да, то есть заговариваясь немножко, что он хороший объем, что он хорошо пенится, что такому-то, такому-то человеку он понравился, и он заказал его еще раз, да, если у вас такое было, то есть вот таким образом, да, то есть я имею возможность покупать с 20% скидочкой, да, то есть вы должны уметь рассказать вкусно, сделать под итог и ни в коем случае не мямлить. Иногда смотришь качество видео хорошее, но человека или плохо слышно, или он бубнит в нос, или он стесняется, стесняться не нужно, все мы с вами одинаково зарабатываем денежки, и, конечно же, я вам желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас все было отлично, и ваши видео с первых дней полюбили люди, и вы бы начали набирать уже подписчиков на ютубе, и люди, которые бы на вас подписались, знали бы, что вы постоянно выкладываете видео, это видео полезное для них, да, и что они уже могут на ваши обзоры ориентироваться, это очень важно, захватите аудиторию, которая понесет вас вверх, и в итоге даст возможность найти вам новых людей, ну вот, в принципе, что такое ей бизнес, это сила, это умение идти вперед, ни на чем не останавливаться, и, конечно же, обязательно комментарии, которые вам пишут плохие, или там рекламу, спам, делайте только через одобрение, потому что мне тут новичок пишет, у меня не получается через одобрение, т.д. и т.п., то есть это сделать очень-очень легко, так, минутку, сейчас я зайду на мой канал, потом, значит, я загляну в творческую студию, и вот как раз в творческой студии тоже есть раздел видео, да, то есть вот раздел канал, и тут все настройки есть, обязательно делайте так, чтобы вы могли одобрить, да, это видео, то есть загрузка видео, вот в загрузке видео есть такая кнопочка, разрешить комментарий, и вы тут выбираете только одобренные, да, то есть если вы разрешите все, то вам будут писать, спамить и рекламироваться, и что только не писать, да, то есть только после одобрения, вот, и в принципе здорово, да. Матернизация меня раздражает, если честно, я ее попробовала, да, денежка какая-то тикает, но я ее отключила, мне кажется, что аудитория хорошо собирается и благосклонно относится к рекламе, когда ютуб-канал уже хорошо раскручен. Если ютуб-канал раскручен мало, я считаю, что у меня, вот, допустим, я видео снимаю, и за 2-3 дня примерно там 2-3 тысячи просмотров, я не считаю, что это круто, я не считаю, что это много, вот, и как бы, да, регистрации идут, они есть, но не нужно делать модернизацию и все время отвлекать людей, чтобы реклама ваших людей с вашего канала уводила, ей лучше заниматься позже. Я считаю, что мой канал, да, модернизации еще не дозрел. Вот, ну что ж, всем пока-пока, до встречи в новых видео, рада была вам рассказать еще один очередной урок, надеюсь, он был вам полезен. Конечно же, если он был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы знать, что я снимаю не только обзоры, не только вебинары, но еще и такие вот полезные для вас видео. Спасибо за внимание.